доброго здравия всем дорогие друзья сегодня у нас железный такой обзор значит покупал я в прошлом году катушку мультипликаторную это мой первый опыт катушка пиццефан торрент вместе с ней в комплекте мне пришла плетеночка пиццефан лангер значит ну и сейчас я вам все свои впечатления по поводу всего этого расскажу ну и плюсом ко всему покажу некоторые кадры с рыбалок как катушка работала вот что интересного это значит первое катушечка пришла и я сразу же был удивлен тем что она такая знаете маленькая миниатюрная такая прямо интересная такая рыбацкая игрушка ввиду того что никогда в жизни не крутил мультипликаторы в руках меня поразила сама по себе скорость вот этого вращения ролика ведь быстро вращается дальше значит рассматривая коробку с катушкой можно заметить то что здесь у нас идет передаточное число 7 и 1 к одному то есть это идет достаточно скоростной мультипликатор дальше идет 6 подшипников ну и вес 228 граммов то есть тут еще также есть максимальное сопротивление это идет 8 и 1 килограмма ну и соответственно рекомендации по леске дальше значит в комплекте с катушкой идет наклеечка взрыв схема и отвертка вот такая вот отвертка значит коробка вот она у меня целый год на балконе пролежала пришла вот только с единственным вот таким вот легким повреждением значит пришла вот в таком вот пакете вот в такой вот пупырчатой пленки вместе с плетеночкой у плетеночки тоже коробочка была вот чуть-чуть вот заметно ввиду того что это был мой первый опыт по мультипликаторным катушкам поэтому я абсолютно ну можно сказать ничего в них не понимал единственное что мне нравилось это мне нравился внешний вид этой катушки дальше у меня пошла сама по себе настройка то есть леску я намотал до плетенку и приехал первый раз на водоем значит я просто не мог забрасывать это был просто какой-то кошмар я мучился у меня постоянно была борода и ну я грубо говоря проклял все и только лишь в конце рыбалки боковым забросом я смог что-то как-то там закинуть приехал домой погуглил посмотрел как вообще в принципе настраивается катушка то есть тут идут магнитные тормоза плюс идет осевой тормоз я это дело все настроил приехал на рыбалку и более-менее дело пошло заброс уже был не боковой вроде как бы и вверх забрасываешь и в то же время сбоку то есть вот был такой заброс а чисто overhead у меня совершенно никак не шел но и эта проблема тоже решилась и решилась она тем что я просто начал рыбачить на более большие веса до этого я рыбачил на с этой катушечкой я рыбачил на веса где-то ну 4 грамма может быть 5 граммов но эта катушка я скажу так она не предназначена для таких весов то есть тут идет обычная шпуля она идет не облегченная и поэтому ну наверное основной диапазон приманок который вот она уже начинает более-менее хорошо забрасывать это где-то от 6 граммов значит меня очень порадовала намотка то есть она идет достаточно ровно тут правда плетенки я уже оторвал ну не знаю сколько наверно метров метров 40 точно вот но сама по себе плетеночка наматывается здесь очень хорошо дальше корпус я пощупал катушку посмотрел то есть здесь идет пластиковая крышка она вот так вот плотно снимается я ее не снимал уже всю зиму вот вот так вот она снимается аккуратно и посмотрите вот мы ее открыли она вроде безо всяких уплотнителей безо всего остального но тем не менее здесь нету ни пылинки то есть подгонка деталей у этой катушки очень такая достаточно добротная я бы сказал вот здесь вот тут у нас тормоза магнитные это вот защелочка то есть как бы тут вроде как бы пластика там все-таки идет металл ну и все это спокойно так вот защелкивается шпулька сама по себе вот такая вот то есть она идет металлическая она идет не облегченная вот такая вот шпулька нигде никаких каких-то знаете грязи я не нашел вот так все закрывается и защелкивается все значит магнитные тормоза регулируются трещоточкой здесь они у меня обычно стояли где-то вот на пятерочке дальше смотрим люфты смотрим люфты в ручке то есть вот он есть но он прям минимальный а катушка отходила целый сезон и она прям вот ты в хвост и в гриву на каждой рыбалке то есть это у меня была основная катушка с которой я рыбачил весь практически прошлый сезон даже можете заметить то что ручки немного так подстерлись от моих пальцев вот эта вот часть катушки выполнена не знаю то ли это металл какой-то со специальным покрытием то ли это какой-то композит не могу сказать но достаточно прочный материал ну здесь вот у меня царапинка тут небольшая возникла но это как бы само собой разумеющийся потому что по кустам по всяким везде очень катушка ходила в разных условиях она была я ее топил была она у меня целый день под дождем в общем использовал ее вообще просто не щадя так скажем и я считаю что за свои деньги я покупал ее в прошлом году примерно за 2000 сейчас она вроде как бы стоит даже по моему подешевле я считаю что это просто наверное такой хороший добротный инструмент для того чтобы влиться в мир байт кастинга для того чтобы понять что вам надо для того чтобы нормально прорываясь этой катушкой там два три четыре даже сезона при надлежащем уходе и аккуратной эксплуатации поэтому ребят я думаю что эту катушку можно смело брать она у меня правда немного грязненькая почистить вот но в целом и в общем я бы сказал то что это катушка хорошие достаточно приятно единственное что меня в ней вот прям вот смутило смутило это люфт лесоукладывателя вот такой вот видите я не знаю у меня нет опыта общения с другими мультипликаторами может быть на других тоже присутствует какой-то вот такой вот люфт или может быть здесь надо подтянуть это я еще разберусь еще посмотрю но вот как сам факт того что здесь вот так вот люфтит меня немного не устраивает ну и плюсом ко всему есть небольшая вероятность того что вот в этот бесконечный винт да у него может попасть какая-то грязь и там забиться и придется там чистить дальше сейчас вот леска у меня полностью смотана но на алиэкспресс продаются специальные такие клипсы знаете которые которыми можно зацепить леску которая вот у вас проходит через ролик колесоукладывателя то есть в леску просовываете вот здесь вот этот причем я вам скажу достаточно задача сложная как вот отсюда засунуть леску вот в ту маленькую дырочку чтобы она у вас вышла тем более у меня леска здесь намотана 01 поэтому она достаточно мягкая и умудриться туда протолкнуть это надо как-то ну в общем это достаточно долгое занятие и на рыбалке этим заниматься конечно не стоит поэтому не поленитесь те у кого мультипликаторы есть или или планируете покупать сразу же закажите специальные клипсы для лески для мультипликаторов и все это специальная штучка такая она будет у вас постоянно здесь но вам уже не надо будет мучиться и просовывать леску в отверстие лесоукладывателя что касается самой по себе лески значит я взял диаметр 0,1 миллиметра потому что я хотел ловить на отводной поводок на небольшое грузило на достаточно больших глубинах то есть мне надо было пробивать большую глубину поэтому я взял леску 0,1 значит леска устроила меня абсолютно по всем параметрам во первых у нее сечение она реально она вот она на самом деле какая тут как 0,1 то есть она тоненькая видите дальше сама по себе сплетена леска достаточно добротно то есть за весь период ее использования на ней не появился никакой ворс то есть на него на ней вообще абсолютно ничего не появилось единственное что произошло это немного вымылась из нее краска и я еще конечно достаточно сильно грубанул поставил 0,1 плетенку на мультипликатор надо было поставить конечно немного потолще плетенку и использовать эту катушку под просто лайтовый джик я использовал ее для поводковых оснасток в основном леска это свою разрывную нагрузку она держит то есть здесь заявленная нагрузка идет а тут ничего не идет тут идет 0,1 и 10 либров и если честно затрудняюсь сколько это вот но если кто знает напишите в комментариях сколько это в килограммах в наших русских килограммах сколько это будет разрывная нагрузка но если что пишите в общем по плетенке особо сильно сказать нечего потому что плетенку устроила сезонно отходила свое отпахала рыбу ловила рыбу вытаскивала поэтому плетенки абсолютно никаких нареканий нету поэтому если нужна какая-то бюджетная плетенка но если вы хотите быть уверены в том что плетенка будет нормальная то можете обратить свое внимание на эту плетенку значит если вы все время рыбачили с мясорубками и только-только начали осваивать ловлю с мультипликатором то есть такой небольшой нюанс все говорят то что там вроде как повышенная чувствительность там все остальное но для меня нет для меня такого нет потому что обычными мясорубками обычными вот такими вот катушками я как правило ловлю с расслабленным тормозом заднего хода то есть поэтому когда у меня идет поклевка у меня идет еще небольшая отдача получается на левую руку которой я вращаю катушку здесь заднего хода нет то есть все что происходит вы чувствуете вот это вот рукой правой в данном случае я держу примерно катушку вот так вращаю и все что происходит оно все передается на удилище поэтому удилище для ловли допустим на легкий джиг должно быть достаточно чувствительным для того чтобы максимально передавать вам на руку которой вы в основном будете чувствовать поклевку абсолютно каждое прикосновение рыбы к вашей приманке вот это стоит учитывать поэтому для этой катушки у меня был выбран отдельный спиннинг но о нем я вам расскажу в следующем видео ну и для того чтобы подытожить я вам скажу так если вы начинаете путь в беткастинг и вам просто нравится как выглядят такие катушки то можете обратить свое внимание на эту модель я не могу сказать как что у нее есть какие-то прямо серьезные недостатки по мне для человека который ни разу не рыбачивал мультипликатором и отходил с ним целый сезон эта катушка абсолютно приемлемо она мне нравится и я ей пользуюсь если потом в дальнейшем она свое отходит то я возьму уже какую-то может быть другую модель более какую-то серьезную ну а пока буду рыбачить с ней это будет у меня основная катушка для ловли на лайтовый спиннинг а а а а а а Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok